И вот только что стало известно, что число пострадавших увеличилось до 725 человек. А агентство ИТАРТАС сообщает со ссылкой на представителей Министерства обороны, что военные обнаружили воронку диаметром около 6 метров на месте возможного падения осколков метеорита у озера Чебаркуль в Челябинской области. Но сами обломки пока не найдены, и поэтому эксперты вынуждены гадать, что же именно за космическое тело это было. Мнение экспертов выслушал Александр Лякин. Любой объект космического происхождения, который оставляет след в атмосфере Земли, ученые называют метеоритом. Каменные или железно-каменные метеориты, двигаясь в воздухе со скоростью несколько километров в секунду, нагреваются от трения, сгорают полностью или теряют большую часть своей массы. То есть если под Челябинском упал именно метеорит, то он был достаточно крупный. Ну, по-моему, не более 10 метров в поперечнике. Летело оно с большой скоростью, и поэтому, значит, сверхзвуковой скоростью породила ударную волну, вот эта ударная волна, собственно, и произвела вот эти вот все разрушения. То есть люди были ранены не осколками какого-то метеорита, а вот именно вот этой ударной волной. То есть если бы вот сверхзвуковой самолет прошел, ну, не дай бог, конечно, над Москвой, примерно на той же высоте, то разрушения, наверное, были бы примерно такие же. Все метеориты больше 30 метров в диаметре называют астероидами. И как раз сегодня, в 23.20 по московскому времени, недалеко от Земли, на расстоянии 28 тысяч километров, пролетит объект диаметром 45 метров и весом в 130 тонн. Некоторые ученые предположили, что это не совпадение, и упавший на Урале метеорит может быть частью этого космического монстра, которую притянула к себе Земля. Не все с этим согласны, но большинство ученых уверено, что крупный астероид нам в ближайшее время не грозит. Что касается разговоров, грозит ли нам Армагеддон и все такое, сейчас уже доподлинно известно, пронаблюдены все астероиды, крупные, крупнее, чем 1 километр в диаметре, которые, собственно, несут Земле, ну, такую катастрофу масштаба крупного очень, не регионального, а планетарного. И они все известны, и они все имеют хорошо известные орбиты, они все прокаталогизированы, они наблюдаются, и опасности от них нет. Впрочем, некоторые ученые считают, что под Челябинском упал вовсе не метеорит. Они уверены, что никаких обломков никто так и не найдет, потому что тело, упавшее там, было из-за льда. Такие объекты называют кометами. Есть версия, что Тунгусская аномалия, когда огромным взрывом повалила деревья на сотни километров, и сегодняшнее происшествие — это похожие явления, но масштаб разный. По-видимому, это действительно была комета, потому что на месте падения вот этого Тунгусского дива, как его называют, не нашли никаких крупных осколков, хотя до сих пор ищут. Ищут и под Челябинском, при этом не только спасатели и ученые. Сейчас на место предполагаемого падения уже устремились десятки охотников за метеоритами. Цена некоторых из них на черном рынке может доходить до нескольких тысяч рублей за один грамм. Александр Лякин, Лариса Никитина, Лилия Зорина, Первый канал.